всех приветствую продолжаем знакомиться с персонажами античного мира у книги бетти редис кто есть кто в античном мире дополняет данными из википедии и из интернета дельфийский оракул наиболее важный оракул греции основанный полон утвердившим свою олимпийскую божественность победу над пифоном тоническим змеем сыном геи это описано в гимне аполлона гомером где впервые упоминается оракул прорицание передавались через молодую жрецу пифи находившиеся в состоянии медиумного экстаза и толковались жрецами прорицание были заведом двусмысленными а жрица не отличалась неподкупностью период наибольшего влияния оракула выпал на время греческой заморской колонизации когда особенно часто его совета просили при выборе покровителя или место для строительства нового города позднее оракула вдохновлял рим на сопротивление ганнибалу его гравила сула посещал нейрон хотя адриан пытался восстановить его значимость престиж оракула постепенно падал с распространением христианства а также астрологии как конкретной формы прорицание считала что оракул был передан эмиссару императора юлиана хотя скорее всего состоялась передача поздней подделки последователей христианства желавших опорочить память отступника вот три свидетельства вызывающие в памяти опустевшие ныне дельфы иди скажи царю разрушен пышный зал у аполлона нет пристанище и лавр пророка по-вешнему не говорит затих колодец чуд эти строки взяты с уенборном качестве эпиграфа к его гимну прозерпини исходная тема проявляется и рождественском гимне мильтона он едва ли не последний кто подобно средневековым писателям объединял дельфы и пелес дельфос оракула немел и выкрика не мерзостного вздора не донесется сквозь высокий свод не может больше аполлон из храма провицать свой дельфос криком оглашая ночной экстаз и тихих заклинаний не вызывает бледноглазый жрец искили провицать дельфы считались сосредоточием земли и священный камень амфалла означающий центр как и более позднее ее мраморная копия виденное повсанием был найден в дельфах местоположение и развальный дельф подробно и выразительно описаны повсанием узнаем о строениях сокровищами приношениями различных городов а театре стадионе а храме аполлона с известными изречениями познает самого себя и ничего слишком которые высечены на фасаде возникновение написей по преданию связано с посещением дельф семью мудрецами есть там и руины дома собраний который во время повсания еще украшала замечательная живопись полигнота на темы позднего мира и троянской войны но так вкратце о дельфийском оракуле пока пока до свидания